друзья мои всем привет рады приветствовать вас на канале про икеа с кем не знакомы меня зовут татьяна честно мы сегодня планировали совершенно другой обзор но наконец-то поставили диваны брисунт до 2 мы дойдем чем те диваны по которым вы писали очень очень много комментариев давно просили их снять наконец-то в нижнем новгороде поставили на выставку спорная новинка пойдемте покажу и в процессе разберем что и как диван брисунт диван кровать с газеткой цвет радорно темно серый диван быстро легко превращается в комфортную просторную кровать цена 20 по факту икеа выпустил аналог диванов рихетон но в более бюджетном исполнении сейчас покажем что удешевили вот вроде бы визуально на него смотришь но неплохой неплохая обивка давай покажем покрупнее ткань кстати то ли вот их только собрали нет заломов на ткани и нет особо мусоринок то есть вот я их особо не вижу но не совсем комфортная ткань вот какая-то она как ключеватая что ли сейчас я да да какая-то демсинтетическое вот ощущение такой вот синтетики так давайте сейчас разберем что у нас здесь по составу так массив дерева да 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 сиденье массив дерева полиуретан а спина подушка не тканый полиуретан пенополиуретан 22 грамма на кубический метр полистерное волокно как то так параметры есть на сайте покажем параметры покрупнее я если подписчики помнят давно-давно продавали диван по-моему лундвиг да он назывался красный был черный серый вот у них покомфортнее была ткань здесь как-то вот вот убейте и замене нравится ткань вот мне ощущение ткани не нравится ну на данный момент да я не помню к сожалению по сайту если в других цветах нет обычно когда в других цветах есть пишут так визуально показал весь диван давайте теперь разбирать что внутри во первых смотрите напоминает да предыдущий обзор диванами бейзинги то есть ставки вот эти подушку с двух сторон вы уже не используете но бывают ситуации животные дети что-то испортили подушка по факту не двухсторонний как у фрихтена односторонние замок слушай вот прям в хорошей в такой хлопковой сумочки спрятан у нас пенополиуретановая подушка так пенополиуретан кусочками много-много мелких здесь простегут чтобы не разваливалась но простежка не на глубину в принципе подушка достойная я думаю форму они будут держать лучше чем фрихтенские подушки да потому что фрихтена жиже подушка гораздо здесь прямо за подушку пятерка подушка мне очень понравилась здесь еще хлопковую наволочку одеть потому что вот на этом неприятно она знаете она не колючено какое-то шершавое такое вот вот ощущение синтетики до привод галимой синтетики и очень приятно сделано в россии нельзя не гладить не стирать в общем только химчистку отдавать это добро вот почему не сделали давай двухсторонние было бы тогда полноценная подушка какой страны не кинь попадаешь туда куда нужно тем более есть от строчки все есть как обычно дешевили процессу дешевили диван напоминает мне очень статус диваном беден вроде бы диван выпустили и что-то знаете народ в очередь за ним не стал хотя очень очень много у нас даже наших клиентов как службы доставки просили чехолы на диваны беденге то есть мы обзвонили всех что ребята вот появилась ля-ля-ля но у всех есть матрас у всех есть каркасы как линка сказал да я лучше пледиком за тысячу накрою будет у меня все это дело стоять сейчас за 12 за 11 тысяч буду покупать другой матрас который меня не совсем устраивает и к нему приляпанный чехол так это лирика значит подушку я записываю разбирать будем смотреть как лежать козетку покажу отдельно козетка кстати как у фрихтона переставляется с одной стороны на другую пойдем хвостика нет но можно вот кстати здесь не колесики дима я такой мы в ю тубе тут не выражается значит давай смотреть а деревянная ножка кстати ножка неплохая пластиковая она по моему нет пластиковая пластик голимый пластик пластик мебелем степлером фанерка фанерка вот здесь поставь в ульянске в гаражах команда так очень что делает вот здесь покажи вот здесь покажи не ну конечно вот этот элемент очень он на веревочке просто ставится все вижу об деревяшку точно быстро придет негодность неужели 15 рублей сложно на колесик так в общем колесика нет давай смотреть что в ящике и потом это будем раскладывать до конца ящик у нас фанера слава богу есть воздуховод что у вас ничего постелька не загниет по факту две подушки два одеяла спокойно уместиться здесь фанерная из брусков обвязка где пенек а да вот раз два то есть как не усиление просто домик до стоит значит сама основа вот на таких вот обычных ленточках ну понятно как бы любой мужик до его при случае ремонта доведет до ума ножку ножка пластиковая ребят кто уже пользуется диваном напишите в комментариях как вам что удобно неудобно каким критерием выбирали когда покупали так я не знаю это неудобно а вот все его выдвинула то есть его надо боковушка здесь металлические скобки здесь тоже не до конца обтянута значит смотрите само вот деревяшка видно вот кусок пенополиуретана то есть спинки никакой нет и получается если у вас диван стоит где-то в пространстве вы просто сваливаетесь подушки не поставишь это либо к стене подушки ставить надо да я щас покажу теперь давай вот это покажи пожалуйста то ли это нюанс сборки ребят это дыра сюда обязательно нужно стелить матрас на таком спать невозможно здесь во-первых переход переход порядка полутора сантиметров ближе к двум сантиметрам если судить так вот ну условно по пальцам до полтора два сантиметра переход ну не придавливается до такой степени все равно разгон есть так подушки раз пока для меня офигенные подушки подушки права достойно сделано плотный много пенополиуретана хорошего то есть вот у фрикса мне не нравится подушки вообще здесь не подушки понравились так козетка но вообще кстати единой конструкции вы разложите да я хотела бы сейчас сказать что единой конструкции целостности нет то есть здесь выступ тут выступ если по факту например я ложусь сюда тут я обо что-то упираюсь либо сюда ногами шляпа это не опускается у нас никак сейчас посмотрим кстати место для хранения только там одно козетка переставляет с одной стороны на другую это все есть но вместо в козетке для хранения нет дима это целиковая конструкция она связана с этим с той частью то есть вот так но это при сборке как я понимаю собиралась с ну скреплялась давайте лягу что ли так-то плотно кто привык спать на жестком если постелить типа одеяльца тоненького чтобы стыки не чувствовались но стыки прям вот ну бешеные стыки дырки не знаю но не стоит он двадцатки если честно вот лучше 4 кстати вот я честно я бы лучше лист или лёва скупила офигенный диван который максимум 6 по 17 тысяч обходится и получить такое же спальное место метр сорок сейчас посмотрим в спальном месте он сколько не знаю что-то для меня очень спорная новинка то ширина 225 с боковушками глубина сиденья высота 45 140 получается спальное место 40 на 2 то есть по факту если лиски или взять и на метр сорок разложить получится такое же вот покажи кстати пример вот лиски ли стоит метр сорок где возле тебя как вам диван да мы обзор по нему снимаем для ютуба но как-то не очень вдохновились если честно такое ощущение что где-то в подвале сделали но не в икее так вот такой вот брисунт поэтому кто пользуется уже рассказываете как вам что вам мы честно его не сильно поняли рукавушки дубовые то есть на боковушке пенополиуретан пожалели есть например кто-то любит сидеть на боках здесь особо не посидишь друзья мои из этой же линейки мы нашли еще и кресло все равно мне не понятно почему одинаковые конфигурации названы разными названиями кресло называется ватт викин обивка лер хага светло-серый компактное кресло кровать легко превращается в удобную односпальную кровать отделение под сиденьем для хранения постельного белья чехол подушки можно снять и постирать стиральной машине окей визуально то же самое что диван подушка неплохая кстати ценник 15 тысяч рублей начнем с этого все то же самое что у диванчиков вот смотрите с ним просто этикетку можно гладить можно сдавать химчистку стирка зачеркнута почему-то напиши что можно стирать руками что можно постирать может я плохо читаю ярлычки так подушка точно такая же как у темно-серого дивана ребята первый раз я веду обзор и не могу запомнить название они не ложатся на ухо вот что хотите делаете подушка точно такая же вскрывать наверное не будем ее да все так же то есть она хорошая плотная набитая с такими же отстрочками вот кстати серый вот 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 с этой подушкой нет другого она оттенка до 3 там светло-светло серый темно-серый это что такое среднее давайте открывать а пока мы готовы пока вы меняли локацию я посидела сидеть удобно но например закинуть вот сюда ноги или без подушки сидеть неудобно уже так нормально за счет потому что здесь все-таки большой слой это кровать по комфортности сиденья нормально по форме честно напоминает вот советское время были такие кресла так ищем петельку шиш-мышь вам они петелька петли нет подушка поднимается аха интересно ладно дорогие ворчуны которые есть у нас в подписчиках пожалуйста по-другому я не могу сделать мне некуда это положить пойдем что сказать-то да нет иди сюда она жиблая в усмерть все и шевелиться так это типа ящик но максимум сюда я простынку положу ну две не больше так фанерки слушайте но это даже не лурой это даже не султан ладе это обычные доски это не ломели икеевские я не знаю у меня ощущение что я не в икее нахожусь что мы снимаем в кофе много мебели в любом другом магазине ребят я ну нет у меня слов нитки не покажи я не спорю задумка был неплохая но ему красная цена 8000 красная но ниже не пятнах 15000 так здесь у нас здесь у нас ни дыры ничего не поднимается подлезь пожалуйста здесь поролончик вот два пальца с ними пожалуйста здесь вот колесики как понимаю они и так и не поняла за чего они нужны потому что чтоб она не равномерно выезжала нет а как она же сама вот на колесиках вот эти колесики зачем боковые а что страхует то на нижних колесах едет дим тут четыре колеса нижних вот эти то зачем вот это зачем не понять а выезд то есть это функционалы тогда я буду открывать ее криво понятно а это здесь понятно давай растягивай сейчас положим подушку мы девять лет возим икею я первый раз только я боюсь не ложится в качестве белки стрелки я выступаю до сегодня тебе еще обратно рулить да так из плюсов чехлы на замках то есть можно снять почистить постирать это плюс я может даже ничего подушку возьми она точно не чтобы на меня потом не ворчали что она двигается вместе с попой ощущением у нас есть раскладушка икеевская который сейчас стоит 2 800 ну домиком складывается которая книжкой на ней удобней она выше вот представь мы купим такое кресло и приедет мой папа в гости он с него встанет я не обосрал дима кляк давая камеру подержу не будет дима 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 это очень низко это не кресло кровать кресло кровать должно быть повыше это высота от пол нет ничего тут здесь про сифоне не на диване да так же так же примерно просто ниже ладно чем слушай хорошо у нас стоит кресло лиски лилевос на котором надя спит когда разбирается тоже небольшие проблемы я не спорю но оно хотя бы повыше там хотя бы нет никаких стыков вот этих оно выше понимаешь это на полу это вот ощущение что надувной матрас это ну и подушка падает стоишь а его к стеночке поставить а тут можно к стеночке а тут можно к стеночке короче мужу кресло понравилось сейчас купим и спать он будет на нем не согласен да ребят на самом деле ценник дороговатый возможно например если это общага да ну маловато конечно места для сна сейчас посмотрим в описании сколько какая ширина 70 как у подростковой кроватки ну не пятнаха будет в гостиную на нежданного гостя на некрупного нежданного гостя понимаешь если человек порядка ста килограмм он здесь просто не поместится кушетка бримнас 10000 два матраса 7000 17000 полноценное спальное место да я буду ворчать пойдем снимать сейчас серый диван механизм интересный кстати это первый товар икей который мне не понравился меня несколько раз уже спрашивали вконтакте писали расскажите какой товар вам не нравится мне нравилось все ой да втыкивайся ты уже что ли ну вот кстати сидеть на нем удобно опять же вот эта вот задняя часть лысая мне не нравится а нельзя сделать двойную двустороннюю подушку это дорого ладно все я уже оборзела кстати мне не получилось его собрать идеально почему-то а вот вот так тут чуть-чуть задвинуть ну как то так получается вот если допустим кто любит ну жестковато сидеть как бы более-менее нормально Дима он реально по высоте практически ну чуть лучше сольсти сольсти такая же толщина была то есть на донышко понимаешь вот стоило бы тысяч пять-шесть огонь было бы кресло за эти деньги я не говорю про функционал я говорю про соотношение ценника а? высоко не станет нет высоко не станет но за пять тысяч можно потерпеть ладно пошли диван смотреть вот такой в сером цвете красавец цвет кстати классный цвет мне понравился очень называется он гиммарт в разложенном виде тоже метр сорок на сто девяносто восемь то есть метр сорок метр шестьдесят не получается семнадцать тысяч он стоит если сравнивать по основам диапазона с фрихетоном то разница в четыре тысячи что у углового что у прямого я не знаю почему их назвали по-разному ткань очень похожа давай сравним по подушкам что ли хотя бы фактура плетение все одинаково я не знаю почему два дивана совершенно одинаковые по тканю но разные только прямой угол либо угол либо прямой назвали так непонятно а кстати смотрите вот у брисунт вот такая окантовка подушки смотрятся более лаконичными и более аккуратными я пока не запомнила их у гиммарпа подушка во первых вот здесь как не доделано ее очень хочется разделить на две я не разбирала еще пока функционал вот была бы она пожестче вот даже дим с ними вот так покажи он бы интереснее смотрелся представьте вот это то же самое в сером цвете да потому что вот эти подушки как какие-то лягушан лягушенцы сейчас будем разбирать что внутри подушки ну видите народу визуально нравится сейчас вот девочек спросили девочкам понравилось визуально ну как еще в эксплуатации о здесь кладбище кубиков из пенополиуретана слушайте ну почему нельзя было на две это разделить здесь по факту четыре ячейки они с собой соприкасаются я не пойму нет а здесь прошит нет дим прошит совсем то есть они между собой нет между собой не пересыпается то есть вот таких четыре камеры здесь обрезки пенополиуретана прям мелкие мелкие это то что остается остаточное при производстве не до конца набитые то есть ну по факту мне кажется нужно было делать на две четыре подушки он бы смотрелся более аккуратно потому что вот эти подушки какую-то небрежность придают точно такой же задняя часть удешевленная то есть вот как такое ощущение что реально на одном производстве сделали ну хотя там шифтебу хотя бы ткань у бейдинга использовали вот мое первое мнение я бы не купила я не знаю как он в эксплуатации если мне нужен был прямой диван честно я правда бы взяла лискеля вот смотрите сейчас мы его разберем давай покажем да он без боковушек он занимает меньше места но в разложенном виде вы получаете те же метр сорок на два здесь 17 тысяч комбинаций ценник одинаковый причем здесь у вас получается дорогой чехол за 4000 чехол вообще можно не покупать закрыть пледом и здесь офигенный матрас мурба матрас пенополиуретановый двухслойный с эффектом памяти матрас обалденный кто пользуется лискеле обмануть не дадут на него садишься ничего не чувствуется здесь садишься вроде бы плотно но у меня такое ощущение что со временем вот вот знаете вот если вот вот подпрыгнуть да как вот дети садятся на диван ни одного ребенка видел который подошел по культурно себя вот подпрыгиваешь извините костью попы я чувствую деревяшку которая у меня под попой то есть я своими 70 с хвостиком килограммами продавливаю если человек потяжелее сядет не знаю сколько вам будет комфортно так давайте одевать подушку обратно и будем разбирать что у нас вообще внутри смотреть как раскладывается может быть будет что-то новенькое Дима тебе с маму как? Дима говорит нет домой не купим? лучше фректон? то есть лучше добавить и купить вот я бы лучше лискеле например взяла у лискеля разные чехлы а если нужен диван с подлокотниками ты это имеешь ввиду вот здесь вообще то есть пенополиуретан буквально сантиметр как будто его здесь забыли вот весь кулак собьешь ребят мы не придираемся потому что такие комментарии точно будут не придирайтесь не выпендривайтесь но я понимаю что Икея старается быть как бы ближе да к народу чтобы ценник был доступен для всех но на самом деле ну вот такие диваны выпускают сплошь и рядом у нас работают мебельный магазин в Саранске которые возят на заказ с ульяновских маленьких фабрик мне кажется спокойно могут сделать даже в более интересной ткани ну вот светло-серая визуально смотрится ну побогаче да чем темно-серая как то вот она пообъемнее вот подушки бы сделали вот такие вот более квадратные ну вот видите да то есть и то это я еще и встряхнула перебрала еще более-менее но она будет вот здесь преминаться вот в этих местах она будет вечно ломаться вот это вот ну не эстетично я конечно не перфекционист ну мне как-то оно вот потому что вот она не взбитая колеса кривая так ладно хватит отцепить Татьяна Павловна подушек разбираем апофеоз спорим есть колеса нет? на что же самое на что спорим? на шалбан ну давай да шалбан ой ёж так во-первых если у вас вы диван покупаете маме бабушке я боюсь вас друзья мои проклянуть потому что все то же самое механизм один в один его тяжело выдвигать он неудобный никакого хвоста нет нет колесиков то есть он прыгает если ковер да кстати нет ну а если ковер ты поднимаешь и ставишь значит другие диваны на колечко спокойно катаешься вот ну здесь хотя бы нет выступов как у углового нет вот этого перехода у фрихтона есть боковая по-моему задняя часть да которая держит маленький выступ есть я понимаю что это нецелесообразно сравнивать диваны за 17 тысяч диван за 22 но скажем так вот стоил бы он 1012 конфетка была бы за 12 тысяч просто он нормальный он среднего качества да он из недорогого сегмента но за него завышен ценник подожди это пока новинка думаешь опять распродаж нас рассудят через годик ценник начнут снижать как это эксплуатироваться будет да кстати ведь мы как бы такой обзор у нас получается не совсем стопроцентные потому что нет понимания как эксплуатируется как в качестве может быть он неубиваемый да по нему дети прыгают и вообще без проблем то есть механизм не рискнул бы почему проломит в середине тоненькая двпшка да то есть проломливается в общем если у вас есть кружок умелый папа с меня слетел микрофон если у вас есть кружок умелый папа вы без проблем его почините но такой он примитивный в принципе ломать то особо починить можно меня конечно убили скрепки потому что поднимать будем показывать что там скрепки или то же самое не стоит ну не стоит значит не стоит не хватает хвостика вот то есть я цепляюсь ногтями есть риск что я без них останусь ящики да большие дофига можно впихать то есть сюда два полноценных приподнять ногой вот видишь звук какой а и вот как по хитрому это мужская точка зрения да здесь вот они мне кажется здесь все быстро вытрется вот вот сколько раз его собрали разобрали вот это вот уже бумага и если дети будут прыгать они ее проломят к фигам да деревяшка тоненькая 20 на 40 брусик очень побольше тебя хоть слышно надеюсь вот посередине тоже как будто чопик черный возможно середину тоже протрет ну самый бюджетный материал грубо как бы дороговато просто ценник был бы подешевле в районе 12 тысяч как например лунгвик стоил нормальный был бы диван просто вот эта пластмасска со временем пробьет крею у деревяшки ага и что будет ну что будет еще хуже будет выдвигаться то есть еще тяжелее будет его тянуть вон в эту колею будет попадать и тяжело как по рельсам ну это конечно не первые десятки первые 50 100 открываний ну понятно что не сходу в общем друзья мои вот такой спорный получился обзор жду ваших комментариев очень жду потому что для меня ну диван на троечку опять же который раз повторяю был бы другой ценник потому что за эти же деньги можно взять более лучшего качества и мы сейчас не говорим про другие магазины мы говорим конкретно про икею есть листки ли да бог с ним с этими подлокотниками где на нем удобно сидеть по листке ли мы отдельно снимем обзор мы не будем сейчас к нему прицепляться визуально да то есть диван для гостиной апгрейдить доделать ну я же тебе скажу для съемной квартиры идеал ну кстати да для съемной да знаешь с другой стороны вот для съемной квартиры уши будут мне кажется его быстрее чем вот здесь железный каркас ну понимаешь люди уже привыкли к подлокотнику ну да если именно то есть его как полюбить надо хотя беден где шикарно продается и продавался без подлокотников согласись в общем тут зависимости от того какое место как вам по стилистике ну что давайте прощаться обзор получился повторюсь спорным мы ждем ваши комментарии давайте обсудим как вам что пользуйтесь если вы уже ребята если реально пользуетесь пишите потому что может быть мы зря его немножко как бы так принизили да и вам все замечательно нравится все удобно все хорошо эксплуатируется но опять же маленький срок очень мало времени диван в продаже и по нему наработок по отзыву мы еще ни разу не привозили а кстати давай знаешь что еще посмотрим он у нас да он полносторонний вот то есть и можно перегородить пространство то есть поставить в середине это это окей это вот как бы ну что ж в общем вот так не забываем дорогие мои подписываться на канал ставьте лайки нам очень приятно нас уже почти десять тысяч очень рады что мы вам интересны мы вам полезны у нас есть второй канал теория большого здоровья тоже заходите подписывайтесь там очень много интересного совершенно другая информация не связана с икей полезной информации кто везет здоровый образ жизни кто за правильное питание кто вообще хочет жить долго счастливо и комфортно всем спасибо до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч от новых встреч